Денис Викторович В юрокадемии политологов, социологов, юристов. Я знаю, что второй раз уже представители вашего университета в Одессе, в юридической академии. Первый раз много говорили о проекте исследовательском. Расскажите о его результатах, о текущем ходе работ на данный момент. Да, если в прошлый раз, это была середина августа, мы закончили нашу волну, где-то с более чем 150 интервью с ведущими прокурорами, судьями, топ-бюрократами, то сейчас у нас стартовала непосредственно часть, связанная с опросами и экспериментами этих прокуроров, судей и тому подобное. Одесская юридическая академия – это как раз первое место, первый университет, который открыл для нас все двери, чтобы провести эксперимент с 700 их студентами, юристами и не только. Далее будет экономический университет в Одессе, МЕД и другие. Но впервые я хочу выделить внимание, что именно Одесская юридическая академия действительно нам очень сильно помогает, потому что Денис Викторович позволил и выделил нам 20 студентов, которые проходят сейчас свою социологическую практику. И это, наверное, первая социологическая практика в стране, которая по социальным наукам именно в экспериментальных методах. То есть не Киевский университет Шевченко, не Могилянка, а именно Одесская юридическая академия. На сегодняшний день у нас продолжается вот этот эксперимент на 700 человек, в котором задействованы студенты всех курсов и всех специальностей академии. Это маленькая часть большого проекта, потому что после, примерно в ноябре-декабре, мы делаем подобные исследования, эксперимент с новыми прокурорами Украины, которые вот сейчас продолжаются еще отбор в Генеральную прокуратуру. И далее уже будут 10-15-летние сотрудники, уже судьи, прокуроры, исследователи, опытные, которые скоро уже как бы выходить даже на пенсию. Это большой проект, который в первую очередь ставит перед собой цель ответить, а как действительно надо реформировать судебную систему, адвокатуру, общую систему юстиции. Потому что, к сожалению, пока что реформы делаются без то, что называется разведывательных данных. Вот нам так кажется, мы так хотим. И именно этот проект позволит и юридической академии Одесской, то есть вот данные именно по Одесской академии, в том числе готовим для ректората, ученого совета, чтобы понять, как быть еще более конкурентными. И какие ошибки, если они есть, исправить для того, чтобы студенты лучше себя показывали на рынке труда, в том числе не только юристы, но и социологи, политологи. Ну а также, как надо же делать честь и совесть этой нации, системы юстиции. Значит, какие есть прорехи и как их стоит изменить. Именно для этого существуют исследователи и социальная наука, чтобы дать эту разведку. Денис Игорьевич, что для ваших студентов, для факультетов, в частности, сотрудничества с коллегами и мастерами? Вы знаете, вот современное образование стоит перед двумя вызовами, на мой взгляд, в Украине. Это действительно первое, это активизация международного сотрудничества, международных связей, вхождение в глобальное, мировое, общемировое научное и исследовательское пространство. И вторая задача, это, конечно, подготовка наших студентов к реальной жизни, то есть то, что мы называем больше практики. Вот в этом проекте, который предложили наши американские коллеги и друзья, сочетаются обе эти задачи. То есть мы, во-первых, получаем бесценный опыт международного сотрудничества и благодаря таким проектам интегрируемся в общемировое научное и исследовательское, политологическое и социологическое пространство, обмениваемся методиками. Вот Дмитрий провел блестящий мастер-класс на днях. Для всех представителей мы это делали совместно с Социологической ассоциацией Украины, им это тоже было интересно, и нам всем это интересно. И второе, то что студенты изъявляют огромное желание не только участвовать в этих экспериментах, но и действительно выступать ассистентами, помощниками наших коллег в проведении этих исследований. Мне кажется, вот тот бесценный практический опыт, вот Дмитрий сказал, что 20 студентов, действительно 20 студентов факультета психологии, политологии и социологии, изъявили желание и стали ассистентами, и помогают, и получают опыт полевых исследований по очень оригинальной, очень интересной методике. Это самый главный для нас результат. Как проходит общение с судьями, прокурорами? Не возникает вопросов, вот зачем пришли, зачем мы не хотим общаться, или, наоборот, открыты к эксперименту? Только бюрократы, как вы вроде бы. Да, ну, во-первых, да, конечно, всегда есть отказы. Но я должен сказать, что отказов всегда меньше, чем согласия. Наоборот, огромное количество чиновников, я, кстати, должен открыть, ну, может, это не секрет, но самые наименее медийные, вот такие вот прокуроры, да, судьи, вот они более всех и открыты к диалогу. Причем очень такому откровенному диалогу. Те, кто медийные, они чаще всего повторяют то, что уже сказали медиа, наверное, да, и не всегда оказываются настолько открытыми, как это вот кажется по телевизору. Поэтому я вообще должен, ну, все должны понимать, что те же судьи, даже Верховного Суда или там апелляционных, да, это такие же обыкновенные люди. Конечно, среди них есть более честные на руку, менее честные на руку, но в общем и в целом это профессиональное сообщество, ну, во-первых, которое работает более, чем, наверное, любой другой гражданин вообще в сутки. Надо понимать, что у них нет рабочего дня с 9 до 6 часов. Даже если он 6 часов ушел, он берет с собой такую кипу документов, приходит домой, не общаясь с женой, не с детьми, продолжает работать, писать, в том числе решения судьи. Поэтому это, ну, какие прокуратуры, это очень сложная работа. Это работа, которых нету выходных, которых нету, там, временно поспать. Люди-то спят, ясное дело, но выходного какого-то дня, времени, их не существует. И в первую очередь нам так раз получалось общаться сейчас с теми, вот, например, судьями, жертвами, можно сказать, в прямом смысле, недоделок реформы судебной, потому что вот они некоторый год, кто-то год, уже пройдя все аттестации, получив уже решение ВРП, Высшей Рады Правосудия, они вот находятся в подвешенном состоянии от года до трех, потому что президент, то, что он обещал в 2014 году автоматически подписывать, до сих пор автоматически, кстати, как и Верховный суд, состав Верховного суда, он еще не подписал. И вот эти простые судьи, да, они вот, вот они от года до трех просто ходят, пытаются помогать своим коллегам, обучают их новым кодексам процессуальным, общаются с простыми людьми, чтобы сделать, ну, улучшить репутацию судебной системы, они же все видят, что они сейчас более ненавистны, чем было ранее. Но отдельно я хочу отметить, что, ну, хочу вот отметить, вот этот вот действительно призыв судебной системы, вот каждый суд, да, пытается сам, не из-за того, что судебная администрация в Киеве приказала, а каждый вот главный судья думает, вот как улучшить репутацию его собственного суда в городе, потому что люди в первую очередь сталкиваются не с Верховным судом Украины. Это была очень большая ошибка реформаторов, потому что Верховным судом Украины сталкивается президент и люди вокруг него, да, и в подобных ведомствах подобного уровня. В первую очередь в Украине сейчас невероятный дефицит первичных судов, куда люди непосредственно подают свои маленькие, мелкие, но очень обязательные иски. И вот здесь ситуация, когда в Яремче нету ни одного судей. В Херсоне, в Херсоне, областном центре, первичка, это пять судей. Летом было два, потому что, три, нет, два, и даже коллеги нельзя было собрать из трех судей. То есть вообще в Украине сейчас какая-то очень странная ситуация, когда на гачке почти все судьи. Мы видели еще буквально в течение прошлой недели, ну, что случилось со Святошинским, Святошинским, если я не ошибаюсь, городским судом города Киева, во что превратили этот суд, да, и как можно вообще говорить о независимости судебной системы, о независимости принятия решений судьи, да, исходя исключительно из закона и духа права. Это очень грустная ситуация, в которой они работают, и в том числе, если сначала действительно многие судьи, бюрократы, они с опаской относились к нашему исследованию, но в итоге очень сильно раскрывались. Иногда мы даже мало что делали, чтобы они раскрылись. Они начали понимать, когда мы уже в конце рассказывали, как результаты нашего исследования, по крайней мере, это то же самое, что с Одесской академией, мы подготавливаем разведку. Вот, например, генеральная прокуратура, если бы точнее, новая дисциплинарно-квалификационная комиссия прокуроров, которая увольняет, набирает прокуроров, в том числе генерального прокурора, может подать на отставку, то она как раз и была заинтересована, что мы почти ничего не знаем про тех людей, которые с небольшими зарплатами идут сейчас в прокуратуру. В гораздо худшие условия, чем это было до 2015 года с новым законом о прокуратуре. Мы мало о них знаем, и мы хотим понять, как с ними работать, как их обучать, как их готовить к этой сложной жизни прокурора, сколько они уже выдержат. И прокуратура, вот как раз именно эта комиссия, которая такой немножко очень автономный орган внутри генеральной прокуратуры, независимый, они так раз поняли, зачем им это нужно, что это разведка. Вот у них нет времени собирать разведданные. Мы для них собираем. Как ученые для себя, так и мы готовы всегда делиться, и мы очень рады этому. Все начинается с образования. Я хотел еще добавить, что действительно это исследование, мне кажется, оно показывает полевые данные, потому что Дмитрий употребляет термин разведка, это не имеет отношения к разведывательной деятельности, к спецоперациям. И даже к шпионажу. Да, это обычная работа в поле, которой занимаются социологи, это повседневная наша рутинная работа, социологи, политологи. Но вот мне кажется, что самый главный вывод и, собственно, каков будет результат исследования, мне кажется, что один результат уже есть. Это повышение уровня социологии, политологии в обществе. То есть, мне кажется, что вот эти топ-чиновники и в том числе, кстати говоря, и студенты, которые через 5-6 лет студенты Юрокадемии придут на смену топ-чиновникам нынешним и займут эти места. Так вот и студенты, и топ-чиновники, наша элита в целом, мне кажется, вот такое просвещение, роль социологии, роль политологии, роль экспертного знания, это самый главный результат этого исследования в Украине. Что теперь все понимают, что без социологии, без политической науки, без экспертного сопровождения не может быть принято ни одно важное государственное политическое решение. И у меня вопрос Денису Викторовичу, раз вы уже заговорили об образовании, было сказано, вот как готовить, как готовить. Все начинается с АЗОВ, с преподавателей, с педагогов. Мы сейчас переживаем реформу образования, в том числе юридического, политологического, социологического. Вызовы для юридической академии. Как на рынке профессий не потерять свое место, которое сейчас есть у юридической академии? Вы знаете, во-первых, тот повод, которому сегодня посвящена эта программа, это уже демонстрация того уровня подготовки наших кадров, социологов, политологов, психологов в юридической академии, представителей других специальностей, безусловно. И здесь очень важно отметить, что вся работа всего педагогического коллектива под руководством президента академии Сергея Васильевича Кивалова, она направлена именно на решение самых главных задач повышения уровня образования. В чем это состоит? У нас существует лаборатория социологических, политических исследований, сотрудники, которые активно принимают участие в данном проекте. У нас существует профориентационная работа для наших студентов. Мы готовим их к выходу на рынок труда. Например, на первом курсе, вот только недавно мы вернулись, были в Верховной Раде Украины. Они посещали не только этоговые экскурсии, они встречались с народными депутатами. Это совершенно, знаете, вот контекст сами стены Верховной Рады, Кабинета Министров, Администрация Президента. Это там, где наши студенты проходят производственную практику. Там, где они учатся, смотрят и занимаются тоже своей социологией, исследования проводят и так далее. Ну и, конечно, то, что еще очень важно и то, что немаловажно, это все-таки те фундаментальные теоретические знания, которые наш профессорский преподавательский состав передает, с удовольствием передает в теплых аудиториях, в хорошей материально-технической базе, в юридической академии. Для этого созданы все условия. Если позволите, я просто человек со стороны и, наверное, ну, наверное, зрители будут больше, наверное, доверять моим словам, потому что вот сейчас, да, мы проводим эксперименты, я же постоянно вижу, смотрю, как живут эти разные специальности, да, все академию вижу в прямом смысле. Вот у нас постоянная проблема, это, да, вот их огромное, целое здание компьютерных классов, да, но большинство, эти как минимум половина компьютерных классов всегда заняты каждый день студентами, юристами, которые готовятся к ЗНО. Я отдельно хочу, вот я как раз вчера у меня только появилось время изучить, немного, по крайней мере, посмотреть на статистику рейтинга ЗНО университетов юридических, да, кто как сдавал, и многие, конечно, изначально начали вот говорить, вот, там, Одесская юридическая академия, Харьковская юридическая академия, там, не первые места, как бы самые элитные, а первая там, Могилянка, Шевченко и КПИ, но дело в том, что эти первые три университета, это самые маленькие наборы юристов в стране, подготовить 60 человек, допустим, и подготовить тысячи человек, да, один только поток, который сдает, плюс, не считая еще заочников, это совершенно разные задачи, и вот большой вопрос, мог бы, например, та же Могилянка набрать даже такое количество преподавателей, да, и уделять такое количество, чтобы все равно тот же юридическая академия в общем зачете это было шестое место, а в реальности, во-первых, это лучшая Харьковская академия получилась, да, и Харьковская академия здесь это, ну, проигрыш все-таки, пока что, да, пока что это проигрыш, но действительно люди должны, читая эти данные, понимать, что это в разных категориях, вообще нужно было показать эти рейтинги немножечко, как бы, в разных лигах, да, эти играют, мы как социологи понимаем, да, а кто-то писал, они не понимают, да, я хотел, чтобы родители, в том числе, понимали, что, да, этот, по крайней мере, году Девская юридическая академия из вузов-монстров, то есть, да, где там по 7-8 юридических только факультетов, да, там по сотне человек на потоке, они действительно, ну, это очень хорошо, это мягко говоря, это почти победа, хотя хотелось бы, чтобы даже обходили и такие маленькие факультеты, как у Магирианской академии. По поводу подготовки политологов, я только закончу, ну, тоже родители должны понимать, что, и как реформируется именно политология, социология, и в Одесской академии, и в других ведущих некоторых университетах страны, это не гуманитарная наука, это очень большое заблуждение, вообще гуманитария, наверное, на политологии, социологии мало что есть делать, потому что юриспруденции вообще нету математики, по крайней мере, пока что, а сегодняшняя политология, социология требует от человека работы в статистических пакетах данных, работу, ну, определенные, по крайней мере, знания азов математики, чтобы работать, анализировать тысячи юзеров в социальных сетях, да, как вообще взаимодействуют люди, вот эти все группы, сетей в обществе, даже как анализировать вот речь, да, как наши гуманитарии, просто там поговорить, как эти говорили, нет, это тоже определенные компьютерные программы, именно поэтому те навыки непосредственно профессиональные, которые готовят социологов и политологов, это вот и есть то, что улучшает качество государственного управления и принятия решений в стране в целом, так раз и проблема тех реформ, хороших, но не подготовленных, не на данных сделанных, да, и это они сдают бой. Те реформы, которые подготовлены на данных, которые готовят социологи, политологи, благодаря статистическим программам, дают прогресс в стране. Спасибо, Дмитрий, спасибо, Денис Викторович, мы уже поговорили больше, беседа была интересная, не могли остановиться ровно 15 минутах, я желаю вам успеха в вашем исследовательском эксперименте, обязательно продолжайте, делитесь полезной информацией, ну и вам за студентов, за то, что выделили 20, возможно, в следующем году будет 30-40. Но презентация результатов тоже будет в юридической академии. Да, мы в том-то и деле хотим, чтобы юрокадемия сделала свои выводы, как еще лучше управлять, как еще дальше и выше. Спасибо, оставайтесь на репортере, берегите себя, до новых встреч в эфире.